Здарова, Максим Густарев на связи. Я думаю, многие искренние ценители, фанаты Лайтрума частенько задаются вопросом, а можно ли как-то пакетно обработать, сжать, к примеру, целую пачку с фотографиями в фотошопе? Отвечаю, можно. И если ты это делаешь через пакетную обработку Automate Batch, то ты ошибаешься. Это не совсем рационально. Есть более быстрый и удобный метод, о котором я тебе сейчас расскажу. Обязательно досмотри это видео до конца, потому что там будут очень важные новости. Давайте рассмотрим типичную задачу, с которой, я думаю, многие сталкиваются. У нас есть дохрена фотографии, которые нам нужно сжать. Они имеют все разные размеры. Есть вертикальные, есть горизонтальные фотографии, но у нас есть задача сжать все фотографии под интернет. К примеру, мы будем их сжимать по длинной стороне до 2560 точек. То есть вертикальные фотографии сжимаются по вертикали до 2560 точек, а горизонтальные по горизонтали. Типичная операция делается через фотошоп. Я думаю, многие знают, как это делается через файл Automate Batch, но это неудобно, потому что в данном случае, используя именно этот инструмент, нам нужно использовать заранее записанные алгоритмы, экшены, которые будут уменьшать фотографии либо только по горизонтали, либо по вертикали. И это крайне неудобно, потому что нам нужно сепарировать весь наш архив с разной ориентацией кадров на вертикальные и на горизонтальные по отдельности. Есть намного более удобный способ, опять же, Image Processor, который справляется с этим намного лучше, и вам не нужно записывать разные экшены под разную ориентацию кадра. Как это реализуется? Мы идем в File, Scripts, Image Processor. В данном случае у нас открывается окно с четырьмя большими вкладками. Давайте в них разберемся. Вкладка первая, Select the Image to Process. В данном случае мы можем выбрать галочку Use Open Image. Если у вас уже имеются в Photoshop открытые фотографии, в данном случае я хочу обработать целую папку, я фотографии не открываю, поэтому я выбираю вторую точечку, нажимаю на Select Folder и с рабочего стола выбираю папку Full Size. Здесь у меня находятся разные фотографии в оригинальном разрешении. Я нажимаю на клавишу Открыть. Далее во втором окне я указываю, в какую папку я буду сохранять мои новые срезайзенные фотографии. Либо я могу указать ту же самую папку, где хранятся оригинальные файлы, либо я могу указать новую папку. Давайте, к примеру, я на рабочий стол создам папку New и сохраню все фотографии туда. К примеру, если у вас в изначальной папке, которую вы будете ресайзить, присутствуют еще дополнительные подпапки, то, установив галочку Keep Folder Structure, вы сможете сохранить эту иерархию и в экспортируемых файлах. Едем в третье окно, File Type. Здесь мы выбираем Save as JPEG, само собой мы сохраняем в JPEG. Я буду сохранять в максимальном качестве 12. Обязательно поставлю галочку Resize to Fit. То есть в данном случае мы с вами устанавливаем ограничения. В случае W это размер по горизонтали, я ставлю 2560. И H это размер по вертикали, также ставлю 2560. К примеру, если вдруг я хочу сделать так, чтобы мои горизонтальные кадры сжались по длинной стороне, то есть по горизонтали до 2560, а к примеру вертикальные я хочу под Instagram подготовить в разрешении 1920, то я могу также это указать. На всякий случай можете поставить галочку Convert Profile to sRGB. Таким образом все ваши цвета, именно профиль, который будет прикрепляться к вашей фотографии, будет конвертироваться в sRGB цветовое пространство. Здесь же вы можете указать еще копию, сохранить ваш файл в PSD, но как правило это не используется. Четвертая вкладочка позволяет вам накинуть во время Resize абсолютно любой экшен, который вы можете записать заранее. Для этого нам нужно нажать на галочку Run Action и выбрать любой экшен, который у вас имеется в распоряжении. К примеру, если вы хотите перевести все ваши изображения в ЧБ и, к примеру, накинуть дополнительную резкость через фильтры, вы также это можете использовать здесь. Как это делается? Давайте покажу. Перед тем, как мы запустим наш Image Processor, я запишу два экшена. Первый будет переводить фотографию в ЧБ, а другой будет накидывать дополнительную резкость. Открываем картинку, я создам отдельную папку под Image Processor и внутри создам еще два экшена. Вкладываю на клавишу создания экшена, назову его Black & White, кликаю на корректирующий слой Black & White, таким образом буду переводить фотографию в ЧБ. Немножечко затемню желтые и красные для пущего объема. Нажимаю на Стоп. Первый экшен Black & White будет переводить нашу фотографию в черно-белый вариант. Теперь нам нужно накинуть резкость. Я выделяю слой Background и создаю новый экшен, который назову Sharp. Далее я иду в фильтры, Sharpen, Smart Sharpen и накидываю на полпикселя процентов на 80 резкость. Окей. И также стопорю мой экшен. В итоге у нас появляется два экшена Black & White и Sharp. Вы можете сюда накинуть еще кучу своих любых экшенов. Дело в том, что Image Processor позволяет применить во время ресайдинга только один экшен. Как нам быть? У нас есть два, либо большее количество экшенов. Все очень просто. Мы создаем еще один экшен, который назовем временным названием, к примеру, Temp. И во время его записи мы просто должны запустить те экшены, которые нам будут нужны в Image Processor. Я запущу последовательно экшен Black & White. И запущу экшен Sharp. Ставлю на Стоп. Вуаля, готово. Теперь наш экшен Temp применяет сразу два экшена Black & White и Sharp. Закрываю документ. Иду опять в File, Scripts, Image Processor. Выбираю нужную мне папку. Она у меня на рабочем столе. Full Size. Далее выбираю новое расположение, где я буду сохранять мои файлы. По горизонтали выберу ограничение 2560 точек, а по вертикали 1920. Далее я иду в Run Actions. Выбираю Image Processing папку с экшенами и выбираю Action Temp. То есть наш временный экшен, который будет последовательно запускать наших два активных экшена Black & White и Sharp. Обязательно поставлю включение ICC профиля для того, чтобы у нас не ехали цвета. И нажимаю на клавишу Run. Сейчас Photoshop обрабатывает все фотографии. Я Photoshop не трогаю. Все происходит на полностью автоматическом. Не так это быстро делается. Все-таки Full Size. Готово. На моем рабочем столе появилась папочка New. В ней появилась папка JPEG. У меня появляются мои черно-белые кадрики, которые сжимаются до нужного мне расстояния. К примеру, давайте возьмем горизонтальный любой кадр и откроем его в Photoshop. Проверим его разрешение. По длинной стороне 2560 точек на 1280. Теперь давайте откроем любой вертикальный кадр. Открываем его свойства. Что мы видим? По длинной стороне он уже ограничен нашими установленными значениями в 1920 точек. Вуаля! Если тебе понравился этот метод, обязательно поставь лайк, подпишись на канал. Мне будет приятно. Ну и теперь к новостям. Я на месяц уезжаю к себе в Самару, на родину, проводить курсы по основам фотографий. И моя студия в Москве будет скучать без меня. Но это не значит, что я заброшу канал. Нет, просто ближайший месяц выпуски в основном будут пленерные. Я буду рассказывать о своих съемках, выкладывать бэкстейджи со съемок. Ну и, конечно же, уроки по фотографии тоже никуда не денутся. Также я не забыл, что обещал вам видос по аноморфной насадке, которую я собрал из хлама. Ну и по классике, если вы хотите стать чуть ближе к моему коммунити, то присоединяйтесь к Патреону. Там много всяких ништяков. Мы регулярно устраиваем посиделки в Дискорде, общаемся за фотографию. И туда я выкладываю бэки со съемок в полном объеме. В общем, там интересно. До новых встреч, пока!